Трикт квалификации к Intel Extreme Masters Katowice продолжаются. Играют в данный момент лузера, сетка лузеров. Всего три квоты на Katowice. И, соответственно, Трикт вчера проиграли, напоминаю, команде Navi. И вот против довольно серьезного оппонента ничего толком не показали. Но сегодня новый день. Сегодня играет против Envias. Обновленный состав. Правда, Scream пока что на замене вместо одного из бойцов Envias. Но, в принципе, это должно, наоборот, усилить команду. И, естественно, французы здесь наверняка являются фаворитами. Хотя, опять же, состав новый. А в этом плане Трикт, наверное, поудобнее, что ли. Но вот стрельба. Scream забирает моментально Acelon. А Scream вешает хедшот Хунда. Но ситуация 3 в 3. Подключается Devoduek. Ой, РПК, прекрасный хедшот. Envias, повели в счете 1-0. Нужно чаще произносить вот этот никнейм. Потому что чувствую, я будет тяжко. Devoduek. Devoduek, друзья. Devoduek. Devoduek. Итак, две ОМПшки, Эммочки. МП от РПК. И команда Трикт играет с глоками. У всех... Да, абсолютно у всех. Те самые слабенькие пистолетики. Но играют аккуратно. Ждут аркаду. Возможно, удастся хотя бы одного игрока убить. И, в принципе, в этой ситуации это было бы большущей победой для команды Трикт. Потому что против Эмок, вторых арморов, естественно, глоки. Это довольно бесполезный девайс. РПК у нас перед коробкой. Уходит холпать на длину. Есть у нас инфа. При этом Хэппи уже поджал мидл. С ОМПшкой действует. Жмет. Забирает Хунтена. Спину. Хэппи подключается. И что? Бомба будет установлена? Нет. Буквально доли секунд не хватило Эйсила. Но для того, чтобы установить бомбу и заработать 800 долларов. А это, знаете ли, сейчас решило бы наличие калашей и вторых арморов. И команда Трикт сделала бы полный закуп. Играла бы против ОМПшек. Ну а так. Энви остаются с данными девайсами. А команда Трикт не покупает АК-47. Берут просто пистолеты. П-250. Флешка одна на команду. Диглы есть. И пока что играют снова аккуратно. Подходят под бет. Тем временем Энви занимается на зону. Чекают коробку. Здесь никого нет. Сиксер откидывает стандартные гранаты. Ну и будет принимать с РПК длину. Хотя ушел Сиксер чекать с картинки. Просто-напросто выход через Икс. Скрим, как обычно. Ван Теп свои ставит. Отличный хэт. Правда, Истег попадает по скриму. Сиксер отвечает по Хундану. Хэппи тем временем в центре. Возможно, заберет Истега. Да. Все получилось. Чекает дальше мидл. Там за воротами Эйсилон. Хэппи замечает его. Пытается реализовать снова свой ОМП. За убийство из ОМП отдается 600 долларов. Конечно же, есть смысл набивать фраги данного девайса, чтобы потом хватило на эмочки и на дропы авиков тиммейтам. Ну и Дэвуд Дуэк забирает Эйсилона. Остается последний у нас. Йоханес. 11 хэлспоинтов. Прячется возле мясного ящика. Чекает Зигзаг. Замечает его РПК. Моментально забирает. 3-0. Пока что довольно уверенно лидирует парни из команды Энвис. Сейчас я вам скажу, какие карты будут играть данные коррективы. Итак, Dust2, Train и Nuke сошлись на таких картах. Вчера Nuke, кстати, играли 3 против Na'Vi. Ничего хорошего из этого не вышло. Но на весь Na'Vi команда в очень хорошей форме. Несмотря на то, что проиграли они мажор совсем недавно. Проиграли команде Астралис. Но при этом прошли групповой этап. Без поражений. Обыграли абсолютно всех. Но проиграли чемпионом. И конкретно против Астралис игра не пошла. Но в целом, я думаю, многие со мной согласятся. Форма у команды Na'Vi очень высокая. Они долго, много тренировались. Уверенно тренировались. Поэтому, возможно, и на этих квалификациях без проблем займут слот. И в Лас-Вегасе грядущем DreamHack Las Vegas, который пройдет через 2 уже недели, покажут себя с лучшей стороны. Йоханнес откидывает у нас смог на длину. Рядом с ним стоит Хунден. Возможно, будут зажимать сейчас точку А с двух сторон. Кстати, похожий раунд у нас был у команды Na'Vi. Против тех же Астралис на третьей карте. Очень классно отсекается с маками длина. Кидается несколько флешек. И, собственно, берется раунд. Йоханнес проверит ли слева. Хорошая флеша. Проверяет арпики. Отличный хэдшот. Сиксер с мпшкой на просвете. Но из этой позиции ты много киллов, конечно же, не сделаешь. Хунден остается у нас на центре. Охраняет спину. Еще один прекрасный хэд. Как же круто стреляет команда Trick в этом раунде. Сплошные хэдшоты. Остается последний ктшник. Выходит на центр. И Хунден его не перестреливает. Отличная работа от игрока команды N-VS. Откидывает дальше гранатки. И уйдет, скорее всего, сохраняет свой девайс. Верхнюю тэшку. Ну, а дальше пойдет, наверное, или на B, или на Титаник. Как ваши дела, дорогие зрители? Пока что делитесь. Делитесь своими делами. Сегодня у нас воскресенье. Кто что делал в субботу вечером. Кто что видел. Кто куда ходил. Кто где отдыхал. Дэвуд Уэк. Сейвит эмку на террорском испауне. И не пошел. Иоханнес его искать. Все получилось. Ну, Энви 3-0. Лидировали. У них должны быть деньги. Дэвуд Уэк при этом еще и дроп может дать. И, кстати, два дропа может дать, если надо. Но, по-моему, там всего лишь один девайс. Нужно скриму скинуть. И все остальные парни могут купить сами. Счет 3-1. Ну и новый раунд. Энви, наверное, дефолт будет делать. Пока идут втроем на длину. Стандартные флешки. Выход. В коробке никого нету. Ребят с команды Трикт играют довольно аккуратно. Изи Тэк откидывает коктейль молотова на зиг. Начинает нашивать центр. В центре у нас за воротами конкретно никого нет. Но центр оберегает Хэппи. Играет с КТ-спауна. РПК Яма. Чекает коробку. Тут все дефолтно. РПК в прошлом раунде находился возле ворот. Получил хэдшот. И понял для себя, что, наверное, стоит играть сейвови. Откидывать какие-то флешки, когда замечаешь длину и так далее. Ну, а Трикт пока делают отличный дефолт. Снова заняли Зик. Играют аккуратно. Один на пальме. Один на верхней Тэшке. И, я так понимаю, нужно раскидывать просто-напросто Зигзаг. Отсекать Сиксера. Кстати, Сиксер играет с АВП, друзья. АВИК ему... Ну, конкретно в этом раунде, наверное, кто-то дропнул. Или это его Драгонлор. Но есть один очень интересный факт. И связан он с тем. Секундочку. Хэппи с КТ забирает Хунда. Она откидывает Хаешку. Какую хорошую. Как же много дэмэджа она носит. Откидывает флешку. Ворвется ли? Нет. Не врывается. Но при этом может заметить еще одного оппонента на грибах. Но там скрим включается. Забирает одного второго. Выход у нас на точку Б. Двудуэк на длине. На единицу. Ловит хэдшот от Эйселона. Но при этом Эйселон один против троих. Играет СК-47. Кидает коктейль Молотова на Зайчик. Подбирает бомбу. Ее можно постараться поставить. Но при этом со всех сторон его будет атаковать. Он фейкует еще один коктейль Молотова ворота. Его теперь точно будет ставить. Но в Т-шке-то есть РПК. Который просто-напросто легко должен справляться. Оно Хэппи, кстати, не побоялся ворваться в ворота. Потушил коктейль Молотова. И счет становится у нас 4-1. Так вот. Кеннис подарил Сиксеру АВП. Кеннис это, я напоминаю, один из лучших снайперов Франции. Если не лучший. Один из лучших снайперов мира. Бывший игрок команды Энвест. Перешел в команду Г2. Но при этом сделал вот такой вот жест доброй воли. Отдал АВИК внутриигровой скин своему тиммейту. Который уже бывшему тиммейту. Который будет играть роль ключевого снайпера в команде Энвест. Ну, собственно, и играет. Вот он Сиксер. Стоит пока на старте. Чекает коробку. Ну, и теперь по стандарту перешел на картинку. Будет отстреливать всех выходящих террористов через Зигзаг. Ну, а Трикт дальше. Дальше халдят. Дальше играют довольно аккуратно. Снова займут, скорее всего, Зиг медленно. И сделают какую-то свою тактику. Сеня, ты уже про это говорил. Я часто, ребят, повторяю в стримах. Потому что, ну, не всегда смотрят одни и те же люди. Естественно, что из трех тысяч людей, там, пятьсот, может быть, тысяча вчера были на стриме на этих квалификациях. А тысяча, полторы, две новых людей. Поэтому, я думаю, можно такие вещи повторять. Да и на самом деле поступок очень крутой, как по мне. Очень символичный. Поэтому о таких вещах, мне кажется, можно говорить кучу раз. Потому что они, в некотором смысле, даже воспитывают в зрителе какие-то хорошие черты, что ли. Поэтому, мне кажется, такие нюансы стоит отмечать и говорить о них часто. Летят флешки у нас на длине. Один яма, один старт. Выход от команды Трикт. Зажимают яму. РПК. Погибает. Крош-хедшот. При этом пытается ему помочь Сиксер, но неудачно. Наверное, не стоило лезть в этот смок. На пленте за испанским. Играет Хэппи. Откидывает флешки. Простреливает его при этом. Снайпер команды Трикт. Ситуация 3-4. Но у Хэппи позиция хорошая. Можно отсюда забирать. 10 секунд до конца. Боба падает. И команда Трикт ошибается. Как же круто они вышли на длину. Но не сумели клево отыграть через длину. И поставить плент. Электронная работа от команды Энвиас. Крут сыграл Скрим с Респа. Хэппи минус 2. И счет 5-1. Бомба не стояла. АВП засейвил у нас Мавы. Но один авик на команду. Ну а Дмитрий Кристалмейк Арчевинен к нам не присоединяется? По-моему должен уже. Правда я его не слышу. Он сидит со мной, но... Но молчит. Но молчит. Молчит, молчит. Эйсилон. С П-250. Прилетает Смок. Три человека на центре. Один коробка. Изи Тайк при этом с ОМПшкой. Стоит на зигзаге. Диггл у нас на пальме. Ребята готовы заходить через зигзаг. Хэппи в коробке. Один картинка. Прилетает флешка стандартная. Проверяет под флешку хэппи мидл. При этом Дэв Дуэк просеял по ХП. Ему нужно играть аккуратно. Судя по всему попал по нему снайпер. В начале. Ну и начинается раскидка. Прилетает флешка. Смок вниз. Наверное в этот смок будут скорее всего игроки атаки прыгать. Пистолеты второй арморы. Интересно что придумает. Сиксер. Просто с ОВП стоит и щелкает. Тут конечно без флешки нельзя выходить. Опять стандартная ошибка. Которую я не раз уже отмечаю в играх той или иной команды. Выходить против снайпера. Таким вот образом. Не, можно конечно постараться стрельбу показать. Но без шансов. Счет 6-1. В пользу команды Энви. И команда Трикт вынуждена делать теперь фул эко. Старался, старался я это сделать. Да, здесь я. Всем привет. Да, я все вижу. Тут скрим наваливает. Леща просто. Атнамидия. Несчастным Триктом. О боже. Я просто не могу с этого утра. Представь себе. Ты администратор заведения. Да, у тебя есть два ключа. Один от входа, другой от студии. И вот люди не могут представить себе полчаса найти долбаные ключи от студии. Поэтому нам пришлось взламывать замки. Ну нормально. Хорошо, что взломали. Да. Тут какой-то позитив имеется. Тоже норм. Че, у тебя тут я смотрю горячая катка вообще очень балансированная. Тут невероятные какие-то вещи происходят. Трикты проигрывают 1-7. Катка очень-очень интересная. Трикты вначале показывали, в принципе, неплохую атаку позиционно. Они там занимали зигзаг. Но опять же, когда вопрос доходит до полноценного хорошего выхода и до нормальной стрельбы, почему-то команда Трикт ничего показать не может. Ну вот опять же, видишь, в данный момент на карте все занято. Есть зиг, есть центр. То есть длина. Можно зажимать любую позицию и брать раунд. Ну, посмотрим, сумеют ли Трикт. Четыре на центре, один верхний тэшки. Ну и выход с зажима Б-плента с двух сторон. Замечу, что они откидывают, они смог дефолтный направо. Вот только сейчас он полетел. Все это время мейб ждал, когда к нему будет кто-нибудь на ВП. И Силио на верхней тэшке не смог справиться с даблпушем двух игроков из французского коллектива. Хэппи, приемка от него. Всего лишает размену один в один. Но скрим помогает. Скрим приходит. Трипл килл легчайший для него. Минус три игрока из здания. И Трикты вынуждены будут еще один играть. Видимо, какой-то полубайт. Тут, наверное, тэки можно закупить. Какой-то тотальный провал вообще происходит на этом бэппленте. Провал. Ну, там три человека только что было. Поэтому, в принципе, зажим-то был. Флешки, наверное, нужно было более качественные откидывать. Но не ожидали они, что именно засада их ждет на этой точке. Выход через зигзаг. Прилетает флешка. Хэппи при этом с эмочкой. Хэппи жмет. Минус хунден. Погибает Йоханнес. Сиксер отвечает. Сиксер смотрит дальше. Выход через зигзаг. Прилетает флешка. Отлично. Сиксер при этом не попадает. Один раз, но все-таки отвечает дальше по маме. Прекрасный хедшот. РПК тоже подключается. И Сиксер хоть и падает. Но ситуация три в один. И изи тэк. 40 хп на зиге. Ничего уже сделать не смог. 9-1. Команда Энвес. Продолжает свою доминацию на карте ДАС-2. Я уже вижу, как у людей подгорает по поводу того, что Скрим в Энвесах играет сейчас. И он обещал на один день сенды нет, насколько я вижу в чате. Но я так понимаю, что ему все равно. Типа два дня отборочных. Почему бы не поучаствовать? Не постреляться. Как минимум потренироваться. Опять же, я очень недоволен тем, что не вижу их СМС. Да, он был бы слабее Скрима. Но все равно парнишка очень-очень модно. Интересно было посмотреть на то, как он выступает. Хотя бы уже на отборочных, но онлайн не с Иксер. Тем временем с ОВП. На ЗЗ с буста пытаются вычислить кого-то на нижней тэшке. Но на самом деле Трикты уже пропушили миддл. И здесь от Скрима требуется максимальная концентрация. Он убивает Кандона. Дальше должен убивать еще одного игрока. И в общем, в целом вся очередная атака на ДБ Плэн проваливается. Если вместе с моим что-то попробовать сделать. И получается сделать килл на Скрима и Девадука. Дувека, Дувека, Господи, это будет сложно. Это будет еще долго сложно. Ты уже привык к нему? Я перед стримом несколько раз произносил этот никнейм на стриме. Девадуэк. 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 Мне кажется, мы перейдем к Девадуэк. А если нам неплохо? Выходит через... Не зря приехал. Не зря переехал из Америки. Один-онин. Он нам пришел скиллуху показать. Против РПК. И все-таки РПК затопил. Мог только что Эселон взять. Очень важный для команды Трик Раунд. Это был бы второй за атаку. Но снова. Теперь десятый для команды Энвес. Серия здесь из 7 раундов подряд. Денег огромное количество у французов. Бомба стояла. Естественно, бай от команды Трик. Ну и тайм-аут. Здесь я уже напоминаю, друзья, что проигравший в Best of 3 матче вылетает. То есть это лузера. Вчера команда Трик проиграла. Вчера команда Энвес проиграла. Но при этом парни не вылетели с чемпионата. А вот сейчас все-таки могут уже проститься они с данной квалификацией. Поэтому, естественно, нужно и паузы ставить. Нужно делать все до победы. И, кстати, тоже забавный факт. Мы смотрим Dust 2 чуть ли не один из последних раз. Потому что и накатовиться на главном турнире уже Dust 2 не будет. И буквально через 2 недели DreamHack в Лос-Вегас с Dust не будет. И потихонечку Dust уже убирают отовсюду. Потому что его заменили пока что картой The Inferno. Ну а Dust отправится на переработку. Да, для французов это очень плохая вообще история. Что для D2. Но увидим, опять же, Inferno будет очень интересно понаблюдать новый. И что там парни будут придумывать. Хотя, опять же, в общем и целом, я думаю, что мы будем наблюдать примерно те же самые стратегии. Особенно поначалу. Хэппи просматривает мидл. Здесь Хандан вместе с его тиммейтами. Есть бог, кстати, от Йоханнеса. Который ждет, когда к нему придет РПК. Байтит его тут по стрельбе. Хандан тем временем раскидывает флешечки на миде. Но пока активных действий Трикты никаких не производят. Потому что понимают, что нужно уже выверенно действовать. Это по факту последний для них раунд. Здесь если они выйдут не в 10-5, а во что-то меньшее. То шансов на второй плей не будет очень-очень мало. Но мы все прекрасно понимаем, что против французов в 2-2 очень сложно играется. И Трикты явно к нему были не готовы. Хундун у нас пока что действует на зигзаге. Смок на пятаке. Два человека. У команды Трикт в принципе заняли уже центр. Заняли зиг. Флешка от РПК на длине. Ну и Трикт сейчас будет делать тот самый раунд, который у них должен был уже однажды получиться. Или даже получился один раз. Вот единственный. Это третий раз, когда они его делают. Но постоянно РПК получал от тех вот двух парней, которые выходили на коробку. При этом РПК в данный момент забирает все-таки Йоханнеса. Зиг выходит снова без флешек. Но при этом удалось застать Сиксера врасплох. Но на гусе-то есть Хэппи, который готов принимать, но ошибается. И Зитек откидывает прекрасную флешку. Хэппи полностью слепой. Очень круто сыграл Зитек. Сначала флешка, потом пострелял. В итоге Хэппи действительно ослеп от данной гранаты. Ну и 3 на 3. Эйсила на Зиге. Тоже хэт. Деву-Дуэк погиб. И 2 на 2. РПК будет через длину пробовать выбивания производить. Зашел на просвет. При этом за бочками Зитек. РПК абсолютно его не видит. И остается последний скрим на длине, который тоже погибает от Зитека. Прекрасно отыграл у нас игрок атаки. И в итоге практически в одиночку затащил команде Трик второй раунд. Да. Симпатичное совершенно исполнение от французов. Здесь могли Трикты пробить. Но опять же, вот эти начальные ошибки при выходе с бокса стоили слишком многого. В случае, экономика все еще позволяет закупаться. Потому что там уже слишком много денег за каждый раунд дают. Трикты, кстати, сейчас будут пытаться вынести свою бомбу на верхнюю Тшку. Маив. Маив. Откроется здесь СВП. Девадуэк вместе со скримом, как обычно, принимает Б-плент. И Трикты, замечу, что в последнее время именно на Б заходили, не считая предыдущего раунда. И на Б у них ничего не получалось за счет отличной стрельбы скрима. И опять же, РПК там тоже достаточно много дам, уже носил на перетяжке. Девадуэк ждет, Девадуэк смотрит. И пока информация Энвиса вообще никакой не получает, Трикты, в свою очередь, решают переориентировать основные свои силы на Миддл. Опять этот будет выход, где Соло и Эйси будут стоять на верхней Тшке. Соответственно, все остальные будут пытаться прорваться через Миддл. Маив пытается кого-то здесь найти при помощи ВП, сделать пиков. Но пока не получается. И Трикты нет. Выходит все-таки на Аплент. Чему-то их предыдущий раунд научил. Потому что на Аплент все-таки можно выигрывать. Сиксер, СВП, просматривает ЗЗ. Но это главный опорный здесь игрок на Уэнвис. Если что, ему поможет РПК, который пока что находится у бокса. И мы ждем, когда же Трикты начнут свою атаку. Они выходят втроем через бокс, вдвоем через ЗЗ. Не самый дефолтный выбор. Но опять же, РПК ждет, видит то, что смока закончились. Сиксер тем временем просматривает все еще ЗЗ. Получает флешку. Вот они полетели на 32-й секунде в стиле флипсайта. Так, кстати, Триктов. Сейчас самое главное бомбера не потерять. И Маив выходит на стрельбу против Сиксера. Не попадает из ВВП. В свою очередь Сиксер сносит его тиммейта. И теперь уже серьезные проблемы. На ЗЗ начинается у Триктов. Выходит Хэппи. Через смок получает голову от Юханса. Эссили он добивает скрима. И у ДВДВК шансов здесь практически ноль. Отличная экзекуция пункта на А. Несмотря на потерю практически миновенную из тага. И отсутствующую стрельбу Маива полностью вообще проваленную ЗЗ. Три игрока по боксу прошли очень-очень уверенно. И классно здесь все сделали. Да, и необходимый минимум раундов на Дасте втором. Возможно, смогут забрать 4-5 и покажут хорошую защиту. ДВДВК остается последним против четверых. Ну и Мааве наконец-то делает килл. Великолепный хэдшот. Ситуация проиграна. И денег у команды Энвест не остается. И на четвертый действительно раунд легко и просто могут выйти Трикт. Но при этом, зная Энви, зная их любовь к форсам, возможно, и пятый получится взять. Потому что Скрим тратит деньги. Ну, все тратят деньги. Все покупают пистолеты. С одной стороны, могут взять. Потому что стрельба очень хорошая у французов. Всегда была. С другой стороны, даст для подобных форсов, наверное, не самая лучшая карта. Ну, два на Б, два на длине, один отвечает за зигзаг. Такой вот дефолт демонстрирует команда Энви. Мне кажется, у французов не бывает плохих карт для форсбая. Просто физически не способны они выделить какие-то подобные вещи. Особенно, если брать то, что у тебя в команде Скрим, которая уже делает опенфраг, на верхней тэшке. И Энвест решает засесть полностью на апплантет втроем на дефолте. И РПК откидывает голову Ханда на размен всего лишь один в один. Триктам хотелось бы немножко больше. Доводок еще сносит Иоханнаса на миде. И теперь это полный провал от Триктов на своем девайсном раунде. Они проигрывают антифорсбай с пистолетами от РПК и его друзей. Маиф вместе со стагом остается вдвоем на ЗЗИ. По ним информация имеется как минимум по АВП. И стаг просматривает спину. К нему сейчас придут. К нему придут. Он уже слышит шаги Доводовыка. Прыжок. И стаг ждал этот момент. Но здесь не позволил его АИМ совладать с оппонентом. Выходит через флешку. Получает по щам и Доводовыка. Маиф остается соло и его секунды сочтены. Ему тут нужно делать 4 килла. Но, конечно, шансов у него супермало. Он и сам это прекрасно понимает. Через флешку выходит по Синину. Просто в лицо. Сует здоровый свой ствол Скриму. Скрим, конечно, немножко сдавился. Но ничего, все в порядке. Энви соберут этот раунд 11-3. Да, Трикт, конечно. Были брески к тому, чтобы взять 5 раундов. И переломить ход событий на карте Дост 2. Но такой вот недобай от Энви. Пистолетов. Там пару штук. Первый армор у кого-то. Второй. Но, опять же, на Дасте такое отдавать, конечно же, нельзя. Это не нюк. На нюке согласен. Там супер ближние дистанции. Огромное количество разных точек, где можно спрятаться. На Дасте же, конечно, такое отдавать, ну, никак нельзя. Ну, отдали. В итоге, скорее всего, расплатятся. РПК. Как же прошел по коктейлю Молотова. Мава делает килл. При этом нашивает дальше смок. Очень серьезно просел у нас изи-тек. Но ребята из команды Трик в преимуществе. И постараются сейчас как-то разыграть, наверное, данную ситуацию. Сиксер, шашлычок. Великолепная работа от снайпера команды Envy. И в итоге теперь французов на одного игрока больше. Вчера ты, кстати, ушел с Фнатик на G2. И у Фнатик там JV два раза давал шашлыки. Это, конечно, было совсем там мощно. Причем в таких ситуациях, в которых, казалось бы, все должно быть в порядке. И у противника, но они сразу же получают минус два и до свидания. Вот тут то же самое, да. Сиксер вроде как читался на этой рекламе, но Трик-то и ошиблись. Вот в выходе линейно для ВДУ. На перетяжке его тут спалили. Смиды он возвращался в сторону дверей и, в конце концов, не совладал. Скрим вместе с Сиксером вдвоем. Опять же, я не сомневаюсь, что французы будут выбивать. Это не те парни, которые пойдут что-то там сейвить на 15-м раунде. Потому что на 15-м раунде никто не пойдет сейвить, даже русские. Скрим. Пошел. Нет, не пошел, не пошел. Ждет, когда к нему придет Сиксер. Заменил свое ОВП на калаш Сиксер, понятное дело. Со штурмовой винтовкой будет попроще. Буст, кстати, полностью был прочитан Хандоном. И таким образом, на этом шансы у Сиксера 1 к, наверное, 15 здесь. И это 11-4, друзья. Но в любом случае у инвесов очень-очень серьезное преимущество. Потому что если они выиграют пистолетку, то нужно будет только против одного девайса сразиться. И на этом все закончится для Трик-то. Да уж. Пистолеты сейчас решат абсолютно все. Но судя по тому, как плохо играет, если честно, команда Трик-то. Тут, я думаю, их ничего не спасет. То есть не зря они вчера нами проиграли. Салат там 2-0 и что-то по 7 раундов взяли, по-моему. Тут все-таки тоже демонстрируют за ним ужасную игру. Хотя, опять же, все для того, чтобы выигрывать первую половину у них было. Энви дают играть. Энви играет дефолт. Энви вообще не воюет ни за центр. То есть можно легко занимать все позиции, да, стартовые для того, чтобы начинать атаку. Но при этом атаку очень слабо развивают ребята из команды Трик-то. И взяли всего 4 раунда. Ну, сейчас напишут Рэдди, посмотрим. Все нужно начинать, естественно, с пистолетов. Может быть, покажут. Но, опять же, там есть скрим, там есть хэппи. То есть очень хорошие пистолетчики, которые могут в пару секунд закончить раунд. Ну, я уверен, что те, кто ставили там против Энвесов, надеясь на какой-то халявный большой коэффициент, они просто надеялись, что скрима не будет. Но я вас уверяю, что если бы даже было XMS, это было бы немного слабее от французов. Мало того, что DDoS 2, так еще и, в принципе, там все XMS вы просто еще его не видели. А он реально неплох и может показать себя. Хотя, конечно, может быть, новой команде он с самого начала, может, и не адаптируется. Но тут трикты. Трикты сами себе яму вырывают, как ты правильно сказал. Им реально отдавали все практически, что нужно для того, чтобы удачные раунды производить. И на самом деле по позиционке это трикты тысячи миллиардов раз заходили там втроем через мидл на Б. Их там никто не гасил, никто не убивал. И они могли бы дальше уже аккумулировать свою атаку. Но стрельба скрима, опять же, ошибки в раскидках какие-то, какой-то хаос посредине именно атакующих своих действий. Если они с кем-то сталкивались, то дальше у них были серьезные проблемы. Так только что-то шло не по их. Но это все из чужая карта. Потому что следующую карту мы будем смотреть Детрейн, если я не ошибаюсь. И если что, если будет третья карта, то и Данюк. Но, наверное, до Данюка и не дойдет, если брать такую игру, которую мы видим сейчас на первой карте. Пистолетка. Четыре юспки по две тысячной. Дефузы от Хундена. Ну а до Данюка... Я действительно сомневаюсь, что дойдет. Хотя даже если дойдет, Энви, как и Джиту вчера покажут наверняка очень крутую игру на этой карте. Опять же, за сильную сторону. Ну и ребята из команды Энви решили просто-напросто зарашить Бэп Лэнта. Здесь Эйсилан. Великолепная работа. Скрим и Дэудуэк отлетают. Однако Сиксер с Ротпикеем тоже отвечает довольно круто. Изитек живет до конца. Пытается Хэппи его наказать. Делает свой минус. Ситуация 2 на 2. Однако Мава есть в спине. И он вешает Хэд по Хэппи. А вот теперь остается последний Сиксер красным возле ворот. И Йоханнес только что его заметил. Теперь есть информация полная по Сиксеру. И, наверное, победой Сиксера в этом раунде будет все-таки установка бомбы. Ну и, кстати, бомбу ему дадут поставить легко. Потому что инфы по Хэппи нет. И очень аккуратничают игроки. Защиту, в принципе, правильно делают. Лучше, ну, сами знаете, пери-пери, чем неду. Поэтому действительно не стоит здесь вылазить. Хотя у Сиксера тоже позиция классная. Оп-оп-оп-оп! Ну, Сиксер, как же круто он сыграл. Отличный хэдшот. И... Ай-яй-яй. И Ханнес делает свой минус. Ну, Сиксер был довольно близок. Я, правда, думал, что он вначале повесит в ворота один патрон. А потом, вот, собственно, такой же хэдшот, как он сделал по пятаку. Пистолетка уходит в копилку команды Трикт. Да, но в любом случае, инвесы сейчас будут делать экономические, естественно, в том, что у них будут калаши вместе со вторыми арморами. Что будет достаточно крутым байм. И собирать, что у Триктов будут UMP в к этому моменту. Две штуки плюс скаут. И на третьем раунде у инвесов будет, скорее всего, преимущество, если Трикты не решат потратиться еще и заменить свои девайсы. Но, скорее всего, так и не произойдет. Сыксер и компания сейчас направляются на верхнюю тэшку. Ясное дело, что программа максимум просто вычистить максимальное количество рыл, плюс поставить бомбу. И выход с нижней тэшки достаточно успешный. Двадовок вместе со скримом уничтожает Эйси и Йонаханса. И мы вспоминаем раунд от Энвес, где они взяли с пистолетами. С форсбайом против девайсов. И здесь Ханден летает на ЗЗ, откидывает голову одному. Почему-то никто не смотрел эту позицию. Совершенно неясно, почему. Двадовок откидывает Хандена. К нему на помощь бежит Хэппи. Но Хэппи слишком поздно пришел. Уже его тиммейт упал. Однако ситуация 1 в 2, где Хэппи все еще может вытащить. Да, у него нет армора. И против ЮМПХи, конечно, Истаг его прикончить. Но главное преимущество Истага было то, что он не читался. На этой точке. И это 6-11, друзья. Теперь уже будут калаши вместе с раскидками. Это то, о чем я говорил. Три килла наносят очень серьезный урон по экономике. Триктов им приходится закупаться. И сейчас, если Энвесы забирают раунд, то Триктов вынуждены будут сейвить. Они, наверное, карту даже забирают. Ибо это 12-13. И там уже останется совсем чуть-чуть. Но, исходя из того, как Трикт плохо отыгрывает пока что, шансов, естественно, у них не очень много. Но, может быть, проснуться. Сейчас довольно раннее время для проигроков. Совсем недавно наверняка проснулись, как обычно. Зашли в КС-ку побегать. На час раньше, да. Но, в любом случае, проигрок... Да, проигрок он спит до обеда. И потом нагляленько начинает разыгрываться. Эйсилан принимает у нас миддл. Ребята из команды Энви выходят в центр плюс Б. Эйсилан хорошие два минуса. Сиксеры ДВДВ просеяли и погибли. Эйсилан замечает еще и скрима. А Хэппи почему-то не прошивает эту позицию. Хотя прекрасно слышит, откуда ведется огонь. И в итоге Хэппи прячется... С одной и той же точки. И реально его все еще никто не читал. Хотя, опять же, Хэппи начинает прошивать здесь миддл. И до свидания. Да, до свидания все. У Энвисов они сделали ни одного килла. Это шанс для триктов на камбэк. Шанс хороший. Шанс-то хоть и хороший, но все еще реализация должна быть очень-очень серьезной. То есть, мне, например, не очень устраивало ВП моего на первой половине. А ВП на защите она супер-супер важная. Если этот парниша сейчас заиграет, то, конечно, шансы могут быть. И шансы могут быть даже очень хорошие. Но если без ОВП, то я здесь не вижу. То есть, предыдущий раунд был чисто ошибкой от Энвис, где они не прочекали дефолтную позицию на ящиках от Эйси. Даже после того, как он сделал два килла, и он сделал еще и третий сверху. Так что, давайте посмотрим, что сейчас будет на пистолете. Потому что, точнее, на экономическом от Энвис они попробуют, опять же, поставить бомбу. Может быть, заполучить пару хэдшотов. И Хэппи пропушил миддл. В ДВ2, к тем временем, с пики им занимаются аплантом. Заходят через ЗЗ, информация получена от триктов. Поэтому они сейчас сгруппируются и будут принимать совершенно спокойно. Ну, с другой стороны, мы понимаем прекрасно, что у Энвис новый состав. Из-за террористов у них, естественно, нет хорошей раскидки зига, хорошей раскидки длины. У них, естественно, каждый просто знает, какие гранаты можно кидать. Но синхронности в этих закидках абсолютно никакой не будет. Поэтому они, скорее всего, и миддл выходили в первом байраунде. Потому что это самая простая, самая понятная тактика. Ты просто выходишь, кидаешь смок направо. И заходят четвером через центр зажим такой себе. А вот что-то потяжелее надо сделать, они, естественно, не сделают. Йоханнес оцеливает терпике. Погибает скрим. Сиксер удалось забрать Йоханнеса в ответ. Ситуация 2 в 4. Сиксер с глока забирает. То, если он ошибается, команда Трик на ровном месте. И Изи Тэк остается один против двоих. Играет он с АК-47. Прилетает смок на просвет. Подбирает плент и устанавливает просто на точке. И при этом на длине остается Сиксер. А у Сиксера муха. И смока, кстати, у Изи Тэга нет. Но, может быть, удастся где-то подобрать. Хорошая хэшка на плент. Моментально сбривает хэппи. Браво. Ну и теперь смотрим. Сиксер с мухой как. Будь то смок можно было бы отрезать. Но проблема в том, что Боба стоит под длину. А у Сиксера муха. И это реально опасная ситуация для Из Тэга. Он принимает более чем грамотное решение. Решает пушить. У него есть депуза. По этому времени более чем достаточно. От начала до конца просто отыграл здесь Из Тэга. Хотя, опять же, Сиксер смог его отогнуть. То есть выстрелить мимо и попасть. 28 кп оставить. Если бы это была голова, например. То есть так бы отвалился бы. И на этом был бы раунд. Напоминаю, экономический от Эмвес. Радует своей игрой из Тэга. Он действительно отличное решение принял. То есть не стал, как многие бы наверняка, там, менжеваться на этом пленте. Как-то под флешки играть. Пытаться, там, показать суперстрельбу. Можно было, в принципе, и ван-теп. Попасть в Яму, да, с АК. Но это тяжело. А, естественно, если есть время, если есть дефузы, почему не сыграть уверенно? Поджать снайпера со скаутом и не убить его. В итоге взяли раунд. Ребята из команды Трик потеряли, правда, много девайсов. Поэтому экономика у них очень на низком уровне. Кстати, дорогие зрители, каждый раз хочу заметить, не обращайте внимание на статистику во второй половине на каждой карте. Потому что она не работает. Точнее, работает неправильно. И некоторые игроки отображены, например, как Скрим 1 на 12. Мне кажется, Скрим делал больше фрагов в первой половине. Я, правда, особо за ним не следил. Но вряд ли. В смысле, Скрим как раз-таки где-то раунда 3 вытаскивал. Он же беплайн, помнишь, защищал. И каждый раз, когда Трик, ты выходил через мидл. Он их просто защищал. Ханден, Ханден, минус 2-2 на АЗЗшке. И, походу, начало атаки не очень у него навесов задалось. Такое ощущение, что с пистолетом они играют раза в два лучше, чем с девайсами. Уже второй девайсный раунд на атаке начинает с залива. И мы вспоминаем и Сириона, который сейчас как раз-таки должен контролить этот выход. И выход пошел. РПК соло верхняя Тэшка. Четыре игрока, тем временем, с мида. И если сносит РПК, и стак с легкостью справляется с Сиксером. И что-то как-то вообще не заехало. И Скрим сейчас с Хэппи оказываются между двух огней. Их одновременно втроем пушат моих вместе с Йонсом и Ханденом с КТ-спауна. Скрим тем временем разрубает из стага. Уже какой-то маленький лучик надежды появляется. Но он появится и будет реализован только если Скрим оформит Эйси. Он оформляет уже четвертый и пятый килл. Еще это сейчас было, как долго Эйси шел к своим тиммейтам. То есть он мог совершенно спокойно в боковину отработаться у оппонента. Но почему-то ждал, когда его втроем там будут пушить. В общем, ошибка на ошибке. И, конечно же, откровенно невероятная стрельба от Скрима. Этот парниша сейчас, конечно, булочную открыл. На своей улице, точнее, багетную. И раздал очень-очень симпатично. Да, Скрим просто вытянул сейчас команду Энви. Он играет с тендинами, напоминаю, за этот коллектив. Скорее всего, Скрим присоединится к команде Фейс. Но пока Энви не могут играть со своим постоянным пятым. Хотя, опять же, совсем недавно, по-моему, вчера они опубликовали свой состав. Точнее, сайт HLTV.org опубликовал их состав. И парни играют с Хэппи Сиксером, РПК, Иксэмэсом и Дэ Водувэк. Дэ Водувэк. Соответственно, нет Иксэмэса. Очень талантливого игрока, о котором вчера как раз-таки Дима лестно отзывался. Я вообще там его просто промоучил сейчас на протяжении уже двух стримов подряд. И надеюсь, что он того стоит. В смысле, я знаю, что он того стоит очень сильно. Надеюсь, что он раскроется еще лучше. Потому что мы все прекрасно понимаем, что адаптация к топ-дивизионным после Тир-2 команд типа LDLC, она очень сложная. Я напоминаю вам истории про Бадди и про Дэвила. И они вообще совершенно разные. Причем принимали и Бадди, и Дэвила практически одинаково. А расстались совершенно по-разному. Дэвил, соответственно, с этим так и не смог закрепиться. А Бадди сейчас уже меняет свой второй состав. То есть, в смысле, приходит в новый состав. Его все еще берут с собой. И это очень хороший признак и показатель профессионализма. Ну, а что касается, соответственно, тут вопроса о иссиливании. Почему у него лого сплайсов? Потому что он играл в сплайсов буквально неделю назад. И после того, как у них не удалось закрепиться на SL Pro League, где они проиграли отборочные, он, соответственно, с этим решил, что ну его нафиг эту Америку. Соскучился он по родине, как он сказал, и ушел. И, на мой взгляд, это очень странное решение. Потому что играть в Дании, это, конечно, хорошо. Но в американском дивизионе, мало того, что намного большая зарплата и спонсорские контракты, так еще и намного проще выходить из квалификации и показывать себя на лан-сцене. Тебе так не кажется? Да. В теории согласен с тобой. Мава, тем временем, забирает Хэппи. Прилетает Смок на центре. Дэв Дуэк чекает мид. Забирает Хундена. Прекрасный хэд. Тем временем, Бэплэнд зажимается с двухторонной. Бэппи удалось забрать Эйсилана, но Искрим заходит через окно, а слева это Изи Тега. Бэплэнд занят, а счет-то 13-8. Если данный раунд возьмет сейчас французская команда, она смело выходит на 15 раундов. На 15 раундов это, как минимум, ничья на карте ДАС-2. Сиксер в верхней Тэшке играет с ВП, понимает, что, скорее всего, его преследуют. Ну и выцеливает и ждет просто-напросто Маве. Ну а Йоханнес постарается сам пройти через ворота или окно. Вот он Сиксер. Сиксера Маве вообще не ждет. Не думал он, что Сиксер будет играть подобным образом. И так-то 14-8. Йоханнес пытается подобрать здесь девайс, перестреливает скрима и уходит на сейв АВП. Но при этом французы все-таки берут раунд. Ну, Абик, можно в следующем раунде как-то показать, что ли? Разыграть? Там бойня за скрима. Чей скрим? Я не знаю, чей скрим, друзья. Но 8-14 хороший счет. Тут все очень было просто. На самом деле раунд закончился задолго до даже постановки бомбы. Когда была ситуация уже 2-3 и Трикты были вне позиции. Плюс хороший молотов от Сиксера отрезал Миддл. Там им пришлось расплетиться. То есть Йоханнес оказался отдельно от Маива. Маис, соответственно, пошел в верхнюю тэшку, не читал Сиксера. Ну, это на этом все. И закончилось. Юмпэфи, точнее, в руках у Еханнеса, Хандана и Асилиона. Плюс скаут и АВП у Эстага и Маива. И уже тегнули немножко хэпи. 54 хп у этого парня осталось. Причем, встретиться он с АВП, а не с скаутом, то ему было бы намного больнее. Он бы, скорее всего, отдал бы концы здесь. Но этого не произошло. Энвисы просто застахались на верхней тэшке. Кстати, они дают возможность Триктам сейчас куда-то выпушить, собрать информацию. Очень-очень большое количество. Потому что сами Энвисы вообще не смотрят ничего, не считая верхней и нижней тэшки. Хундан у нас с ОМПшкой. Йоханнес слева от ворот. Энви при этом выходит просто-напросто на Б. Хороший коктейль Молотова на довольно популярную позицию слева возле броневика. И, соответственно, оттуда был вынужден уходить игрок защиты. И ничего у команды Трикт, который у нас не получается. Маива, правда, остырил скрима, но плент Б занят. 4 человека, 3 на пленте, 1 в нижней тэшке, контролирует центр. Позиционка выиграна, естественно, командой Энви. Хэппи удалось забрать Йоханнеса. Маива делает размен, но опять же, теперь 2 в 3, что ли, идти выбивать. Конечно же, нет. 15-й раунд за командой Энви. Ну, блин, какая же хорошая карта для адаптации, согласись. Вообще, простейшие можно делать стратегии. И они все равно будут работать, если у тебя хоть кто-то немного стреляет. И если вы только собрались с составом новым... Что, в принципе, касается и Триктов тоже, потому что Исилиан пришел в этот состав. И, по-моему, Истак тут не так долго играл. И Энви то же самое. То есть, вообще, в принципе, время решафла и новых составов. И вот ДДАС-2, если его уберут, а его убирают, то коллективам реально намного сложнее будет адаптироваться, потому что на том же самом Днюке новым составом играть супер-супер сложно. Ну и Трикты сейчас... Что у нас там? Серьезно, они берут паузу? Вы издеваетесь? Я надеюсь, что это технические проблемы, потому что если тактическая пауза, то, по-моему, 8-15 это не тот счет, когда вам стоит уже о чем-то задумываться. Ну, понимают, что все-таки... Это лузера... Ну что, 7 маппоинтов они возьмут? Серьезно? Ну, а почему нет? На самом деле, как бы, если честно, начинали они за кота хорошо, и там вот Эйс от Скрима, он просто, ну, перечеркнул их старания. Если бы не этот Эйс, тогда они бы брали больше раундов. По сути, Энви там не показывает ничего такого. Но, по сути, пауза у нас не из-за этого. У нас вылетает просто Яханнес, а так-то они, наверное, играли бы. Но в целом, можно брать паузу, и почему нет? Надо же как-то проявлять когда-то характер. Не такие игры... Ну, о том, что можно, типа, 8.13 взял паузу. Вот, например, когда Скрим их разрулил, можно было брать паузу для того, чтобы, а, успокоиться, б, соответственно, поговорить, что там произошло, и как-то переориентировать свои... Ну, не знаю, в любом случае, что-то поговорить хотя бы, а не сейчас 8.15, потому что поздновато. А так-то, да, подождем, когда техническая пауза закончится у нас. Минус один. Это, конечно, грустно. Тем временем, Нави там, я слышал, что проигрывают. Сейчас я зачекаю. Нави параллельно играет, друзья, боек, если выигрывают, они получают квоту в Катавица, они, ну, по сетке венеров идут, а когда три квоты, то есть, по сути, тебе нужно занять топ-3. А по системе Double Elimination достаточно попасть в финал венеров. И вот, собственно, сейчас и идет война за то, чтобы попасть в этот финал венеров и обеспечить себе как минимум третье место. Вчера фнатики обыграли команду G2 со счетом 2-0 в серии Best of 3. И вот уже вчера обеспечили себе эту квоту. Ну, если Нави пройдут дальше, то, естественно, матча против Fnatic, скорее всего, не будет. Разве что за расстановку, но, мне кажется, вряд ли. Не-не-не. Они просто эти слоты разберут и все. Но при Херойке, так понимаю, там сражаются. Параллельная трансляция тоже от Ruhaba. Там Алексей Ухамалецкий и Александр Инканис-Полищук для вас работают. И карта Mirage, счет 7-8. 9-8, сейчас я зашел на стрим. Нави выигрывает 9-8 на сильной стороне. Соответственно, Херойке взяли на атаке 8 раундов и это, конечно, плотно. Ну, Нави Mirage считает своей сильной картой. Они ее пикали против команды Астралис, да, на чемпионате. Правда, выиграли с очень большим, скажем так, везением, но выиграли. Но, с другой стороны, все мы понимаем, что и Лига была не лучшим турниром для команды Нави. А в целом, парни вроде как готовы. Итак, продолжается у нас здесь игра. Хэппи занимает довольно уверенно в одиночку просто-напросто зигзаг. Воюет до конца с Хунденом, уходит все-таки на центр. Тем временем, Энвес выходит в мидл плюс Б. Изи Тэк забирает РПК. Эйсилан целевает ДВД Уэка. Скримте время минус Изи Тэк. Эйсилан за машинкой. Перекращается на Юспик. У него 100 кпс. Сиксер подбирает Тэка, сыривает Эйсилана и остается один... Извините, вдвоем против троих. Хэппи на мидле. Минус Мааве. Размен один в один. Ну и теперь все зависит от Сиксера. Сиксер с Тэком, Сиксер с Авиком будет разыгрывать. Минута времени до конца и он решил через эрвский раз пойти, скорее всего, по длине. Такой старый, добрый розыгрыш. Вообще, у Сиксера, конечно, если у кого-то есть там вопросы по его стрельбе, то вот по вопросу передвижения и понимания игры, он чуть ли не один из лучших во Франции. Очень-очень опытный старый игрок и, опять же, его не просто так сохранили в составе. Сиксер перейдет сейчас в сторону Апленда и Тэк-9 плюс АВП у него в руках. Это достаточно интересный арсенал. На КТ спаун он сейчас посмотрим. Там никого нету. Он убегает на Апленд. Соответственно, Яханна вместе с Ханна нам дадут ему поставить бомбу, будут убивать 2 в 1. Это вопрос, на что он будет ставить сейчас. Да, Сиксер пойдет на лонг, видимо, дефать это дело. Да, поставил хорошую бомбу на ящик. Сейчас перепрыгнет на лонг и в итоге из ямы ему будет очень удобно попадать по оппонентам. При этом нет смока у нас ни у Йоханнаса, ни у Хундена. И, в принципе, данный раунд он должен тащить. Но он его не затащит, дорогие зрители. Чувствую я. Чувствую я. Кстати, видите, КТ разыгрывают подобные ситуации всегда одинаково. И они, в принципе, проступают абсолютно верно. Вдвоем теперь запушили. У нас была похожая ситуация, когда со скаутом был. Изи тег, да. Но теперь просто в два девайса запушили лонг и забрали Сиксера. Сиксеру надо было, естественно, в яме играть. Только в яме. Тогда бы он сразу заметил одного, выходящего еще с просвета. И мог бы сразу его встретить. И тогда бы оставался на дальней дистанции один на один. А он же прятался на платформе. И в итоге так вот все получилось. 15-9 в пользу команды Envy. Ну и, скорее всего, последний раунд у вас на экранах. Сейчас увидим. АВП от Сиксера, Калаши сверху, и Трикты тоже с вулбаем. Правда, не самым симпатичным. Там несколько UMP, и Сиксер уже начинает раунд с того, что на миде забирает Эйси, пока тот пытался пробраться. В сторону B планета, Истак остается соло на B. На миде стоит Маиф и его АВП. И два игрока на боксе. Яханас здесь с эмочкой. Тусит. Ну, Трикты пытаются максимум информации считывать. Ни один из редутов обороны пока не отдают. Эйси, в свою очередь, уже заполонили с собой мидл. Плюс ЗЗ-шечка. На ЗЗ находится Яханас. Нет, Ханан, прошу прощения, получает плюху от Сиксера. Это уже два минуса из ВП Эйнвеса. И тут, на самом деле, все может уже быть полностью закончено. Потому что шансов у Триктов защититься вот таким вот образом нету. РПК вместе со скримом. Мы до Вадувыком. До свидания. Маев, Йоханас. Йоханас пытается отстрелить противника. Удается ему сделать один хил. Но на этом все для Триктов заканчивается на чужом матпике. Эйнвеса забирает свой ДДАС-2. И сейчас мы увидим в скором времени ДТрейн. Да. Победа. Довольно уверенная от команды Эйнви. Не переключайтесь, дорогие зрители. Разве что на пару минут, чтобы посмотреть матч Нави против Хероик. Мы же с Кристалмэем продолжим после короткой рекламы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...